Привет, ребяток! Продолжаем проходить. Ну что же, у нас башня бдения подземелья. Проскочаемся с друзьями, в общем, погнали. Хватит стоять. Будем разбираться, что у нас здесь и как. Опа-на! Так, узник-вурдалак какой-то. Есть ли тут маги? По-моему, нету, атакуем. Пустите Мишку нам! Мишку пустите! Так, неплохо. Так, у нас что-то медведь застрял. Пустите медведя. Блин, стали все возле этого. Так, ну что ж, давайте смотреть, что здесь есть. Труп солдата. Ух ты, у меня уже места почти нету. Э, дай пройти. Так, F3 у нас, да? Открытие сундучков. Слабая приманка. Приманки все на продажу. Ну ладно, поторгуемся потом, когда в городе идем. Переписка Хоу. Так, что у нас здесь? Письма Дайлы Хоу, подарок и чистая бумажка. Еще нужно с подарками ведь разбираться, да? Я так понимаю, здесь тоже они будут. А, кстати, в лагерь дадут вернуться? А тот, в котором был Гориджин? Или, наверное, нет? Или это совсем другая местность? Игры. А, даже не альтернативная версия со стороны Мора. А, вот оно как. Ага. Ничего себе прикольно. Так, здесь у нас узники. Ну что же, будем спасать. Слава Создателю. Вытащите нас отсюда. Вы свободны, бегите. Скорее, пока новые не подоспели. О, ну что же, смотрите, все у нас одобряют. Русские что-то прям в игре, пока миссии идут одни одобрения. Это хорошо. А, лагерь это башня бдения. А, понятно. Так, ну что же, здесь у нас проход. Здесь у нас башня бдения подземелья. Вестибюль какой-то. Куда пойдем? Сюда или сюда? Давайте прямо сбегаем. В любом случае, сходим туда и туда. Погнали, посмотрим, что здесь. Тут, я так понимаю, надо босса какого-то найти. А, вот он и босс. Нет. Нет, Адрия. Мы должны ей помочь. Наверняка ей можно помочь. Адрия. Прикольно. Вот это вообще прикольно. Адрия Вулдалак. Ну, я думаю, все играли в Диабло, да? Ведьма Адрия. Атакуем. На, держи. Готово. Ой, блин, нашего лучника мочит. Э, лучник. Ты где там? Так, F3. Иди сюда, куда-то отбежал. Блин, сам на суматоху пошел. Так, отлично. Так, задание выполнено. Задание мы с вами выполнили участь Адрии, оказывается. Вы не смогли спасти Адрию, она стала бурдалаком задолго до вашего прихода. А, вот оно как. Самый главный вопрос. Ты сэра Ланселапа нашел? Наверное, нет. Я даже не... Пока... Пока еще, наверное, нет. Так, письмо. Письмо. Так, еще одни записочки у нас. Любезный милорд, некоторые из людей недовольны вашим планом. Они подоговаривают остальных выступить против вас. Чтобы план удался, надо объединить силы. Если что-то просочится, если хотя бы кто-нибудь предупредит Кусландов, ваша голова полетит первой. Говорю это со всем уважением к вам, сэр. Ваш капитан, глава. Нифига себе. Я... Ну и отлично, я так же иногда играю. Так, подарок. Надо нам как-нибудь объединиться, я думаю. Так, Адрию вурдалак, струнию из кольца мастерства, требования маг. О, неплохо. Вот, и поиграть в Диабло 3 можно спасить. Так, новое задание, важный элемент. Вы нашли залежи руды Веридия, которая нужна в Вейду для изготовления оружия для солдат. Продолжайте поиски металлов. Ага, вот так. Так, прикольно. Здесь, я так понимаю, у нас... Вы убили там целую уйму порождений тьмы. Выход. Я, ну, всякий слыхал легенды о вас и о стражах. Но увидеть это собственными глазами? Андрей, ты не нашел кота, я не знаю. Пока не путай, погоди. Так. Такая у нас работа. Я потрясена до глубины души. Как бы то ни было, эту часть подземелья обвалила взрывом. Позвольте вам представить мастера Волдрика. Это так-то вы, люди, строите? Позорище. Это же и пара веков не простоит. Бьюсь об заклад, эти коридоры ведут прямиком на глубинные тропы. Стало быть, порождение тьмы пришли снизу? Ну да. Парлисианцев они, должно быть, застали врасплох. Тогда понятно, почему погибли такие опытные бойцы. Дело плохо. Если мы не перекроем эти туннели, порождение тьмы снова нападут снизу. Кровь, Андрасте. Входы в подземелье у нас по всей крепости. Нам никак не защититься от этой напасти. Тогда мы спустимся в туннели, и, коли повезет, найдем, где перекрыть дорогу. Не бойся. Силищий стража, да с моим мастерством мы найдем решение. Вернемся в крепость. Одну минуту. Как только расчистите проход, дайте мне знать. Нам нужно время. Но как только мы его расчистим, я сразу сообщу. Так, отлично. Одну минуту. Конечно. Так, погодите. Я там не все еще добегал. Секундочку. Надо вернуться. Я хочу вернуться. Я там еще не всех убил. А вот сюда направо мы не сходили. Джокер, про какого кота ты имеешь в виду? Я чуть не понял. Думаю, тут я могу. Так, здесь надо умение нам. Давай, сломай. Твое желание для меня закон. Так, отлично. Так, вот здесь вот я не был. А тебе, мамка, не запрещала водиться с порождениями тьмы. Вау. Здесь какие-то саркофаги. Ой, и Мишка пройти не может. Ну, е-мое. Так, а тут, как видать, какая-то тема. Так, статуя склепа. Так, сначала подходим, посмотрим, что здесь. Как на нее нажать же можно было навести. А, вот. Замочная скважина. Гак. Так, ничего не происходит. Здесь, видать, что-то интересное. Загадка какая-то. Так, что это за звук? Происходит какое-то заклинание, что ли? От до склепа. А, вот. Кодекс о живших здесь аварах. Так, кодекс обновлен. Великая распия. Раудан, шаман нашего народа, отвернулся от богов, которые всегда защищали его. Ослепленный горем, он разрушил дары отца гор и сделал нас жалко. Так, как мечтали. Тьма довела его до безумия, но также дала ему силу. Он направил наших воинов против нас. Кивиал обратился к гномам, и общими усилиями они не берут нам в этом месте. Так, тут загадка, да? Так, бабки нужны будут. Так, что только скилл применил. Так, что за загадка? Этот звук совсем не нравится. Ой, ё-моё, да! Так, понеслась. И лет авара. Так, неплохо. Что-то у нас какой-то лучник дохлый, постоянно бегает. Везде, как всем подряд, его убивают. Так, отлично все, да? Нам бы Мишку сюда, но он пройти не может. Так, в определенной последовательности. А как узнать, какой? Где им записочка есть? Так, еще одна статуя. Замочная скважина. Так, оживших здесь аварах, кодекс. А, ну мы его уже подобрали. Так, что за заклинание на меня? А, вот это, по-моему, дерзкий вид, может? А, все, да, прекратилось. Так, малая настойка выносливости. Настойка выносливости. Мешок. Короткий лук. Лук фоу. Опа! А, это подарок. Ладно, подарки все будем потом. Замочная скважина, замочная скважина. Так, короче, просто так здесь не пройти, да? Кто-нибудь в курсе, в какой последовательности нашим момент? Я даже вообще не знаю. Так. Ну-ка. Блин, Мишка, а. В всякий случай здесь делаю сохранение. Так, ну давайте пробовать. Аптечка. А! Осколок тут. Так, а на что нажимать-то? Топас, ключ, кивилл. Так, древний потус, смотришь, ключ. Так, ключик какой-то. А, и ключи, скорее всего, в скважину. Так, скважина-порт. Скважина-гакон. Понятно. Так, один ключик нашли. Так, что у нас здесь? Целебная припарка. Армалек. А, аптечка, шапка, проныры. Ммм, два к силе воли, неплохая. Так, малый природный бальзам. Так. Замочная скважина-гакон. Так, а я взял ключ. Или, да, походу внизу. Там еще две замочные скважины были. Скважина-хозяйка, скважина-кивиал. Вон она, скважина-гакон. Так, аптечка. А где другие-то ключи брать? Так, малый духовный бальзам. Целебная припарка. Короче, пять ключей надо, да? Так, а где эти ключи искать? Аптечка. Так, у меня уже меню места нету. Но скоро мы, в принципе, будем возвращаться, торговаться. Ключ кивила, аварский саркофаг на втором этаже. Да, это я уже забрал. Так, ключ кивила. Так, секунду. Так, ладно, вставляем. Ключ кивила. Открыто. Ага. Так. Замочная скважина-хозяйка. Так, вот скважина-гакон. Короче, три ключа еще. А, аварский саркофаг на втором этаже. Ядом с дверью глубокого склепа в подвале башни. А, так они по всему городу разбросаны. Ключ к порту, урна, храм, порт, консенсированный. Где-нибудь, 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 где-нибудь по башне. А, то есть они разбросаны, да, эти ключи? Ну, все, я понял. Короче, сюда мы еще с вами так вернемся. Так, значит, замочная скважина-корт. Давайте я для себя даже запишу. Так, короче, пять ключей. Один я взял. Корт. Корт, гакон. Так, гакон. Хозяйка. Ну, если даже что-то потом забуду, в любом случае сюда мы еще вернемся потом. Так, и... Так, погодите. Хозяйка, корт. А где еще один? Пять же ключей высказали. Раз, два, три, четыре вижу. Так. Ага, пока все. Ладно, вернемся еще сюда, потом уходим. Так, Мишка, дай пройти. Так, булыжник, сержант Мэррис. Поговорим. Так, а с булыжником можно что-то сделать? Вы готовы? Вы готовы? Погодите, не понял. Конечно. Погодите. А если поговорить именно конкретно с кем-то? Так, Волдрек. Блин, гном, отойди. Люди забрались так глубоко под землю. Кто бы мог подумать? Мишка, жирные двери не пролазят. Это точно. Вы готовы? Короче, все то же самое. Вернемся к крепости. Конечно. Там у нас еще задание с предательством крепости, кстати. Так, задание обновлено. Проверить под земелье с сержантом Мэрвелис. Вы убили несколько порождений тьмы и под земелье, но каменный завал преградил путь. Верните из под земелья с сержантом облачной проверки. Расчистила ли она дорогу? Так, понятно. Короче, почву вернемся дальше. Так. Где мы еще не были? Посмотрим, что у нас здесь в лагере. Так, сержант Мэрвелис. Башня бдения под земель. Завал в под земелье все еще расчищает. Скоро закончим. Отлично. Ладно, сюда попозже вернемся. Здесь мы были. Давайте подойдем к Херину, поговорим с ним. Боркинг Лаванак. А, вот у нас и торговцы, друзья. Ага, вот у нас торговцы. Здесь у нас задание. Волдриг Лаванак стоит. Это место слишком унылое. Оно оскорбляет мои эстетические чувства. Храни меня, Андрасте. О, это ж Мастер Вейт. Это ж Зори чуть-чуть, по-моему, да, если я не ошибаюсь. Ну-ка поговорим. Вынудить меня, меня! Тащиться в эту чудовищную башню тренинг. Он же у нас был в этом... Как же город этот назывался-то? Он же оттуда, да, делал нам гномьи доспехи и еще там что-то. По-моему, это он, если я не ошибаюсь. На этих порождений тьмы я истратил все свои припасы. Когда закончим починку, поговорим. Понятно. Так, давайте поговорим вот с этим. Харином. О, Страж Командор, позвольте вам представить Мастера Вейта. Наилучшего и наимерзлявейшего. Я уже пальцев не чувствую. Наилучшего оружейника в Денериме. В Денериме, точно. Я подумал, то есть мы подумали, что вам может понадобиться оружейник. Конечно, он понадобится. Так, Мастер Вейт, я вас помню, доспехи из драконьей чушуи, верно? Это был мой звездный час. Венец моей карьеры. А теперь торчу в какой-то башне трения. В башне бдения, Вейт, не трения. Извините, Командор, вы же его знаете. Конечно, знаем. Так, что привело вас сюда? Мы сюда на время перебрались. В окрестностях Амарантайна порождение тьмы больше всего. Мы подумали, что сможем помочь. А деньги из королевской казны тут, значит, ни при чем. Чш. Так. Моим бойцам нужны доспехи. Изготавливать оружие и доспехи для простых солдат. Что за унижение? Раз уж нам предстоит такое плебейское занятие, то, верно, в Амарантайне и приличных металлов не сыщется. Есть тут сельвери и твериди. Или нам предстоит вернуться к бронде. Или, может, к каменным топорам? Вейт, в общем-то, прав. Больше всего он счастлив и быстрее всего работает, когда ему брошен вызов. Если наткнетесь на какие-нибудь залежи руды, дайте нам знать. Обязательно, а мы уже на них наткнулись. Так, покажи мне, что ты продаешь. Ох, разумеется. Так, давайте глянем, есть ли у него увеличение сундука. Медвежья лапа какие-то. Ученик стражника. А что за учебники вот эти стражника? Их даже прочитать нельзя. Осторожно, сзади любопытное чтиво для воинов, помешанных на обороне. Ученик фокуса. Воу, учебник фокуса. 99 штук, офигеть. Использовать этот том позволяет читателю переспределить его или ее характеристики, навыки, умения, заклинания, специализации. Да ладно. То есть можно есть такая штучка, чтобы распределить умения, а не специализации, дают умения новые. Отлично, вот про что я и говорил. где бы нам эту штучку взять что ну можно ли специализации отменить прекрасно так ладно давайте ему с ним поторгуемся продадим пока что нам не нужно то место насчет сундука я пока не уверен поэтому я все подряд продавать не буду продам то что мне не нужно так булава шевалье сталь пластилин зверей так арбалеты все короче на все стрелы тоже не нужны так пагубный посов 24 посов пока оставлю так шапку проныры пока оставлю теплыми кожаный доски кожный шлем продаем это все продаем так идем сиро стража шлем командора шлем легионера порча будет тяжело кольчужные перчатки сапоги к проныры оставляем я пока разберусь чуть попозже с ними ограничение о кстати ограничение серого стража ошиб серого стража но это будет щит кайла наставим вот это интересно что одежда тяжелый металлический щит продаем так неплохо дальше так ладно с этим я попозже разберусь задание обновлено так мастер вейд сможет сделать хорошее оружие для ваших солдат если вы найдете месторождение нужных металлов учебник для получения специализации стража да учебник хорош я понял так смотрите у него сразу же задание и сколько все возвращением что-нибудь нужно же там что-то нашли а я нашел залежи руды да 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 это будет нам большим подспорьем виридий нет конечно оружие и доспехи из этого делать можно командор если хотите мы можем снарядить ваших бойцов вам это ничего не будет стоить но нужны будут солдаты чтобы охраняли рудокопов будут я солдаты моим отцам нужно снаряжение получше так я должен мастерить доспехи для всего амарантайнского отребья и меня продал в рабство это просто бессовестно приказ командора ладно ладно я возьмусь за работу но я хочу чтобы рано или поздно мне дали настоящий заказ такой чтобы было над чем потрудиться так отлично как упоротый кузнец все ему не нравится так и что задание никакого не дали ничего не обновилось вынудить меня меня с возвращением что-нибудь нужно так пока ничего вернемся так ну и давайте с последним на сегодня поговорим персонажем так 7 садовник 7 это ты кто дыхание создатели это же крошка над я это лицо узнал бы из тысячи цены как я рад что ты живой скажи знаешь ли ты как умер мой брат а сестра я я был в вольной марки твой брат погиб на войне а вот леди делайла ты не знаешь она не умерла сынок по крайней мере я ни о чем таком не знаю последнее что я слышал будто она вышла замуж за торговца в амарантане не знаю даже его имени бедная девочка ты слышишь моя сестра жива потрясающе чудесная новость мы ведь можем попробовать разузнать о ней в лавках когда будем в амарантане а вот и квест от спутника так да попробуем спасибо очень хочется узнать как сложилась ее судьба так прекрасно новое задание семейства о так наталья и наталья одобряет плюс 8 кодекс обновлен так случайно встретившись со старым садовником о наталья узнал что его сестра дейлона вышла замуж за городского торговца наталья загорелся желанием найти его наталья парень здравомыслящий он предпочитает практические подарки воспаление перекушек так ну что ж это приятно задание обновлено семейство о спутник найти в амарантане сестру наталья и узнал что вы сестра дайнула уцелела во время гражданской войны теперь замужем за армантане все остальные родственники хоу мертвы и поэтому наталья так далее снова встретиться со строй да я даже не ожидал что я выбегу сюда и здесь будет так отлично так смотрим дальше что здесь еще есть на стрела забираем так тут еще какой-то сундук закрытый походу был да где было дело что теперь как-то мне с лилианой поприкольнее было бегать опа неожиданно что дружок проголодался взять котенка с собой так вот это интересно помните у нас квест был с котенком взять котенка с собой ну-ка да ладно предметы получен и где он у нас тут для чего это было сделано ведь собой котенка таскать и да котенок подарок стать прелестный подарок полосатый котенок что интересно когда ты пришел сюда то почти всех стражей перебили а ты не успел начать уже посвятил в троих стран кстати да отдай магу магу отдать котенка что ли я пока отдавать никому не буду я попозже я еще сам погуглю там почитаю посмотрю не забегая сильно так сказать прохождение ну гляну что почем как вообще что происходит а потом пока для меня путаница покрытая мраком так здесь получается все мы отсюда в первый раз пришли а у нас еще одно задание есть на карте посмотрим что нам дадут набрали кучу заданий ё-моё если так во всех будет городах я думаю это очень так и что имеешь против я просто обожаю а также шоу шоу и далее в алфавитном порядке как остроумно просто безобразие сколько времени мне понадобилось чтобы это придумать андрея дай кота андерсу хат подарика тёка андерс и просили заказ так все-таки просите подарить да ну давайте сейчас на подарим так как я сначала вот это дело статуя для антика андраста и правда была такая красавица тебе не кажется что она была ну не знаю варваршей можно конечно нагрубить это просто статуя ты же ждешь натурализма это же просто художник да так размышляю вслух в конце концов андраста ведь существовало верно другие не нужно чтобы она подумала о круге магов принуждающим или сражаться с демонами или стать усмиренным так она воевала с магами да было дело так не для чтобы она подумала круги магов принуждающим или сражаться с демонами или стать усмиренными так или сражаться с демонами или стать усмиренным то есть короче или с магами или с этими и или нейтрально выбрать ответ третий вариант как думаете нейтрально выберем вариант я бы это наверное стал задуматься но наверно это больше одобрения будет спутник смотрите как кстати как классно вот мы ходим по деревню драгон и чернишинс как-то в этом не было то есть мы обычно заходили зачищали да тут прям сколько квестов я вообще же сказать третий вариант да но мне тоже бы третий вариант я понял вот это точно а мне казалось андраста призывала людей искать собственную дорогу к создателю но церковь использует ее слова как повод надеть на нас хомут лишь за то что мы такие какие есть с собой согласен как мило ты умеешь поддержать ну ладно ладно просто она очень даже ничего для пророчицы я про это да главное андерс одобряет плюс 8 ну что же неплохо так значит хотите что котенка я отдал ну давайте это дело конечно потом отдать ладно так кому андерсу где у нас подарки котенок ты где котенок у нас вот гляди-ка какая киска в нашей башне жил мышелов по имени пушистиус только с ним я и виделся с тех пор как меня посадили под замок храмовники я порой так по нему скучаю но заводить кошку мне нельзя мы деремся с порождениями тьмы не на жизнь а насмерть когда пускай живет в крепости и что тогда предлагаешь делать ну-ка вопросик даже не знаю просто бросить его здесь жестоко ладно оставлю пока при себе а там придумаем что-нибудь ты не против котик будешь зваться сэр ланселап устройся пока в моем мешке это ненадолго правда так новая способность у нас появилась андерс одобряет плюс 15 первый вариант кирюха почему первый вариант то есть ты хотел чтобы я его блин не успел прочь и нажать исчезла то есть надо было первый вариант ответить лучше я живу собой оставил тоже принципе не плохо а это у нас такой миленький сэр ланселап с собой таскать используйте предмет обладать уникальной силой прикольненько да там все равно а без разницы да так нам что-то далее не успел читать вам посмотрим где-то здесь вот наталья так того андерс страшка мотор подарил андерсу котенка андерс назвал его ланселапом стал носить сладки сладкой своей май пусть андерс 3 все ясно понял так потом ему дали какую-то способность и мое я пока там смотрел засмотрелся так вот отлично сюжет вдохновление небольшой бонус в стиле воли ну что ж неплохо посевочку дали погнали дальше спасибо большое за за эту тему это круто так здесь у нас как ли то волк стоит 20 командор значит это люди построили брат сказал вам нужен каменщик ну что дело так плохо не говорил добро пожаловать башню бдения вы очень любезны порождение тьмы тут серьезно порезвились но думаю крепости до них еле держалась ваш синешали сдал указ пообещал дать народ и золото чтобы отстроить крепость но это же ты смешного мало думаю чтобы отстроить крепость по человеческим стандартам этого будет достаточно кому это надо так как бы мне об этом не пожалеть что нужно для того чтобы правильно перестроить крепость какой камень в этих краях я пока не знаю но народу точно понадобится больше настоящих умельцев а не каких-нибудь доходяк хорошо все упирается в деньги так ого могу выделить 80 золотых надеюсь она будет того стоит 80 золотых на постройку 1 стройку но в принципе я могу пожертвовать она будет того стоит страж удачи всем кто пытается починить стену так задание выполнено новый текст из кодекса новое задание цена вопроса так цена вопроса вы даете молдрику 80 золотых чтобы он нанял рабочих для укрепления стен но я думаю это не зря до гномы наземники так а вот облачный зевака потерявший камень небесный так гномы называют своих пузнецов живущих на поверхность обычно эти прозвища произносят резидительно пыркая гном идущий наверх лишается каста дома и расположения вверх делав первый шаг на поверхность он становится отверженным однако последние годы очень многие гномы перебрались на поверхность одни из неприкасаемые и нечего терять другие верят что могут чего-то достичь третий полагает что рано или поздно арзамар будет заплачивать порождение кроме того есть гномы из купеческих гидбе с большими способностями ведению дел одним из них чуть не уговорил меня купить мою собственную шляпку смею сказать что большинство купцов и в грош не ставят на перегас и благословности предков если учесть что они получают замен ну что же неплохо блин 80 золотых обалдеть но зато заданием да так что случилось случилось откуда нагрянули все эти порождения тьмы это кто такие меня сама отозвал капитан все арлисианцы погибли святая андраста если порождение тьмы хватило сил чтобы осадить башню апгрейд ваш бдения в любом случае это как апгрейдить нормандию серва серьезно что то есть вот так вот до дофига делов так собрать от 5 отправиться дать нет я так понимаю дальше уже сюда на эту локацию выбраться нельзя здесь у нас все так давайте посмотрим на завершился ли у нас квест башни там которая ночью хотела что-то так рядовой так для меня писем нет подождите минутку не но пока ничего нету так давайте посмотрим что в басе не на этом будет так но я надеюсь сделал если бы мог уйти из серых стражей а в башне мы будем разговаривать надеюсь я 8 золотых не зря но так если ты страж что это навсегда то есть возврата нет значит ли это что и стражи не уходят лука дай роги будет плюс 15 репутация обязательно уйти можно но скверна останется в тебе навсегда можно убежать но нельзя спрятаться где-то я это уже слышал честно говоря мне бы не понравилось застрять где-то безвозвратно слишком уж похоже на круг после седьмой попытки побега они могли бы уж мне и уступить ты пытался бежать семь раз я мастер по побегам из башни только вот далеко убежать не получалось по крайней мере до сих пор по правде говоря если мне чего-то и не хватает из того что было в круге так это того кота тебе разрешали держать башни кота его звали пушистюс ну то есть этого не совсем мой был кот он просто жил в башне и ловил мышей но ко мне очень привязался бывали дни когда кроме этого паршивца я не видел ни души правда говорят у кошек нет души и все равно я его любил бедный пушистюс почему бедный в него вселился демон ярости но пока суть до дела он успел прикончить троих храмовников как я им гордился вечная память пушистюс правильно сэр ланселап а где у нас хороший котик а вот у нас хороший котик так что-то он не одобряет ну и ладно так что-то не одобрил он нашего разговора так ладно подарками будем задаривать так посол сэра так вернулась нет она нам надо встретиться с этой баны смирель нет ни она где-то девушка-то лорд-гай какой-то он чё за лорд-гай для нас большая честь быть вашими вассалами командор какой-то нездоровый маг ну да так погодите а где чем могу быть полезно пока ничем не командор пока ничем чуть попозже где девушка которая говорила что давайте ночью встретимся то есть мне нужно будет завершать этот квест и все что ли дай мне знать если хочешь чтобы аристократы убрались ну в смысле чтобы церемония закончилась опа о смотрите я могу могу тут разные вещи наговорить это добрый сказал мы не будем защищать фирмы эдлбрэк говорит правду сэр но дела обстоят просто ужасно он и бан эсмерэль борются за право размещать солдат но у нас недостаточно людей главное решить что необходимо защитить город земли торговые пути так ох кто ж блин а короче можно давайте постараемся защитить всех торговля должна продолжаться в ароматной стены давайте я отправим фирм приказа остается синие позиции от городов я даже не знаю поговорить с баном эсмерэль два нам я уже разговаривал ну-ка защитить всех как пожелаешь так задание выполнено защита земель и вы приказали солдатам оборонять все области ну что же ладно так дай мне знать если хочешь чтобы аристократы убрались ну в смысле чтобы церемония закончилась так я знаю что против меня готовится заговор а вот насчет закова ты знаешь заговорщиков у тебя есть право на высшее правосудие предательство серьезное преступление сэр тамра не знает она представит и улики да да вот про нее сэр там рота еще хитрюга но многое знает о таких вещах лучше шарахаться от каждого прикосновения чем потом валяться ничком в канаве чтобы двигаться дальше нам нужно убедительное доказательство а его трудно найти есть разные возможности не все я бы советовал использовать аристократы придут в ярость расскажи мнение что если отправить солдат пошпионить за аристократами думаю это может принести плоды ходят слухи что некто темный волк ищет сведения за плату опасный парень как ни крути а каковы у солдат шансы на успех никакие если честно они хорошие люди но никудышные шпионы альтруизм всех спасать но попробуем попробовал а где мне найти этого темного волка честно говоря понятия не имею где-то в иноземном квартале амарантайна насколько я знаю еще у меня все в этот армантайм отправляют посмотрим смогу ли найти то темного тогда тебе надо отправляться в город и охотиться за призраком туда не обновлено паутина заговора так сэр тамра полагает что зреть за гора на найдите темного волка вера говорит что никто по прозвищу темный волк может вызвать вызвать подробности за гору устроенного против вас хотя темный волк невероятно его можно найти где-то парамантай блин туда посылают и посылали мне знать если хочешь чтобы аристократы убрались ну в смысле чтобы церемония закончилась нет пока не надо дарт иван не только это мой выбор так погодите сэр кого ты мне говорю поговорить с сэром по-моему я с ним разговаривал а сэр потерял сообщение сэром по вот так команда кто сэр а не а с баном эсмерель а вот вижу лорд эдельбрек усердно клянчит у вас солдат для защиты своих ферм только не дайте себя обмануть командор эдельбрека волнует только богатство амарантайн жемчужина эрлинга и эту жемчужину надо защитить так почему защищать город важнее чем дели мне надо простой расчет сельскую лачугу можно отстроить из глины и соломы амарантайн строили многие поколения если город погибнет весь эрлинг обратиться в ничтожество богатство это хорошо но какой меры измеришь человеческую жизнь в деревнях жителей во много раз больше чем в городе не буду следовать дурному примеру и портить торжество командор так новое задание защита земель до задание выполнено так вы приказали солдатам оборонять все области эрлинга ну что ж неплохо так с кем еще поговорить можно деревне и возникает и исчезает а вот разоренный город отстраивают поколения командор все да я так понимаю здесь пока поговорили со всеми я разгонять пока вот дай мне знать если хочешь чтобы аристократы убрались мне пока не надо так ну что же посмотрим на карту карта мира да вот она карта мира ну довольно таки небольшая это у нас башня пение поместье турболов покинута убежище и так ну что же я подумаю куда мы следующий раз двинемся а там уже посмотрим маленько сохраняемся здесь так это у нас уже восьмое сохранение в игре кстати на играли уже четыре часа со всеми поговорил да вроде как я так паренька друзья кто смотрит записи на этом все ну слушайте круто как бы я не ожидал что на маленькую такую часть будет так всего много вот когда вот так идут квесты 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 идет сюжет сюжет сюжета и вроде боями разбавляется с котиками прикола это конечно круто вот так вот рпг очень ценны они когда даже совсем не скучно вот было бы еще конечно время на так сказать на прохождение побольше чтобы было это все тело побыстрее но надеюсь что его найдем паренька не забавайте фаргруппу анксдрей тиви парашевалки на лайки на ютубе скоро с вами оставайтесь на канале всем до встречи пока